Прежде чем мы перейдем к следующей теме, давайте я буквально быстренько расскажу про Hyper-V Windows 8 и вообще скажу, зачем оно с нашей точки зрения нужно. Ну, коллеги, кто из вас помнит такую штуку, как XP-MOD? О, вот такого леса рука даже при первых очень популярных вопросах от вас не видел. А, понятно, хитрое. Дедубликацию сейчас включу, чтобы не повторялись. Ну, на самом деле, я когда вот только восьмерка появилась, конечно, очень так сильно сидел и думал, что, наверное, Hyper-V в клиентской операционной системе как раз для того, чтобы более оптимально делать то же самое, что делал XP-MOD. То есть, сделано это ради совместимости приложений. Но, на самом деле, с точки зрения компании Microsoft, наличие встроенного гипервизора – это некоторая помощь, в первую очередь, разработчикам. Ну, если у вас достаточно мощная, внушительная машина, зачем, на самом деле, вам приобретать сервер, если, в конце концов, очень часто заканчивается тем, что брали какой-нибудь там Workstation того, кого нельзя называть. Ну, вы поняли, да, что это за контора такая. И люди там разворачивали все свои эти демо-стенды и делали, программили код. Ну, мы решили и подумали, что, слушайте, во-первых, Workstation – это как бы виртуализация второго уровня, да, постоперационная система – это очень неэффективно, да, то есть с точки зрения ресурсов. Во-вторых, гипервизор – это удобно с какой точки зрения, особенно, если говорить про нашу платформу. Вы можете начать разрабатывать приложение на вашем ноутбуке, на вашем компьютере, использовать Hyper-V, когда вы понимаете, что ваше приложение там, этап стейджинга, да, уже прошло, да, именно вот, тестирование, и вы хотите его перенести внутрь инфраструктуры, а у вас, естественно, Windows-сервер, все как надо, хорошо и замечательно, вы просто на все делаете экспорт виртуальных машин и импортируете их в 12-й сервер. Это те же самые виртуальные машины. То есть в этом плане это разумно, это правильно, это удобно, с точки зрения функций, ну, ничем не отличается, кроме наличия инструментов кластеризации, максимальным размером виртуальной машины, которую можно создать. И то, максимальный размер виртуальной машины завязан на максимальный объем оперативной памяти, которую поддерживает Windows 8. Какой это объем, кто мне скажет? Так, нет, давай, нет, 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 вы мне прям объем виртуального жесткого диска рассказываете, это классно. А расскажите мне, какой максимальный параметр ОЗУ, оперативного запоминающего устройства в клиентской Windows 8, именно в Hyper-V, какой? Хорошо, какой максимальный объем виртуальной машины можно с точки зрения оперативной памяти создать на Windows-сервере? Большая виртуальная машина, какой? Вот, там я что-то, когда я услышал слово «земля» на латыни, я понял, что кто-то сказал правильно. На Windows-сервере можно было сделать терабайтовую, можно сделать терабайтовую с точки зрения RAM, с точки зрения оперативного запоминающего устройства, виртуальную машину. Ну, а на Windows 8 объем виртуальной машины, максимальный с точки зрения этого параметра, равен максимально поддержанному объему оперативной памяти самого Windows 8, это 512 гигабайт. То есть, если бы не ограничение самой операционной системы, там можно было бы спокойно запускать терабайтовую виртуальную машину. Хотя, кто будет запускать 512 гигабайтную виртуальную машину на Windows 8, и кто будет туда Windows 8 ставить, как хостовую систему, покажите. Буквально, коротко, как вообще легко включить Hyper-V. Так, давай, отлипнем. Спасибо. Итак, заходим с вами в раздел Settings. Control Panel. Панель управления, да, настройки панели управления. Транслирую на русский язык. Коллеги, меня там с микрофоном нормально слышно, а то говорят, что тихо, тихо. Хорошо все? Ага, ура. Окей. Заходим, значит, мы с вами в Programs and Features. Добавить или удалить функции Windows. Turn Windows Features on and off. И в моей ситуации галочка уже стоит. В ситуации, когда эта штука не включена, у вас должен быть минимум компьютер с 4 гигабайтами оперативной памяти. Понятное дело, что исключительно 64-разрядный. И, понятное дело, что он должен поддерживать адресацию второго уровня. Да, secondary layer address transition. Все современные процессоры, наверное, со второго поколения Core. С первого даже. Slata, по-моему, не было в первом поколении. Ну, это не первое поколение. Если я правильно помню. Ну, суть не в этом. Суть в том, что требования вы знаете. Про процессоры я, может быть, и ошибаюсь. Но, вот точно, со второго поколения это точно дело поддерживается. После установки, понятное дело, что система у вас перезагрузится. А в меню пуск у вас появится Hyper-View Manager. А это была сила евангелизма. Стенд у меня с беспоребойником. А вот проектор. This is emergency. Леш, проектор dead. We need resurrection. Hyper-View реплика нам поможет. Коллеги, пока что маленькая пауза. Пока еще поговорим про Hyper-View клиентский. Да, то есть, как я вам его запустил, показал, он ничем не отличается от серверного. Помните, да, там такая штучка была. Единственное, что меня немного смутило, зачем в клиентском Hyper-View Hyper-View файбер-ченел коммутатор виртуальный. Ну, я как бы не видел клиентских машин с... Ну, давай! О, видите, жгу. Постепенно подогреваю. Вот я и разогрел вам панельку. Отлично. В действительности я не видел ни разу, чтобы кто-то на машину с Hyper-Channel ставил клиентскую операционную систему. Но, если что, здесь есть CEN Manager. Не знаю, зачем. Но, кто работал с сервером, разницы в интерфейсе не найдет. То есть, хотите, виртуалки создавайте, вон имя, где хранить, объем памяти, можете динамическую память использовать. Сеть, если свечи есть, у меня их там пока и нет, и не будет. Хороший вопрос. Прошу прощения. Хороший вопрос. В данном случае вы должны... Тысячи чертей бутылка рома, разгрози меня гром, что я такое. С точки зрения лицензирования, это все, что является внутри виртуальных машин, вы должны залицензировать. То есть, если у вас там, допустим, Windows сервер используется внутри в качестве гостевых виртуальных машин, ну, если вы купите лицензию Data Center, то по логике вещей вы можете сколько угодно этих там запустить поверх этого гипервизора. Это то же самое, что вы поверх просто Hyper-V сервера запустите. А вот с точки зрения клиентских операционных систем, это будет зависеть от того, какую модель лицензирования вы используете. Но все системы гостевые надо будет залицензировать. То есть, вложенного включения лицензии, как мы это наблюдаем на Windows сервере, в клиентской версии, конечно же нет. Да. Вопрос в том, что можно ли засунуть клиентский Hyper-V, Virtual Machine Manager, System Center, чтобы им управлять. Ну, честно, я скажу, что я пытался это сделать, у меня не получилось. Он в общем, то есть там смысл в чем, когда System Center начинает VMM, в частности, определять хост, он смотрит два параметра. Доступны ли параметры включения виртуализации на уровне реестра и смотрят на именование операционной системы. Параметры должны иметь четко заданное значение. Поэтому, неудовлетворение одному из условий является недостаточным условием для того, чтобы система заработала. И, собственно говоря, поэтому у нас нет возможности управлять клиентским. Ну, это уж совсем, я не знаю, какой-то фрика из врат, управлять клиентским Hyper-V на чьей-то машине, когда человек это под разработку использует. Ой, Санечка, давай, запускайся уже, братан. Поддерживать или... Гостевой в смысле? Я не... Или... Точно нет! Нет, смотри. Во-первых, да, давайте виртуалку создадим, потому что реплицировать надо что-то, а это виртуалка. И фейловер-кластеринг, да, наверное? Ну, как вы видите, вот серверных функций типа реплики просто нет. То есть, приименовать, удалить, экспортируй... Вот мувнуть вы можете переместить виртуальную машину на другой сервер, пожалуйста, если он у вас в системе зарегистрирован в Hyper-V менеджере, если вы запустили под... То есть, ну, вот, на самом деле, если кто-нибудь занимался таким забавным делом в 2008-2008 R2, как управление разными типа доменами или изолированные гипервизорами со сторонней, вообще домен, не входящей виртуальной машины. Либо из клиентского ноутбука, который к домену не имеет отношения, чтобы с одного Hyper-V менеджера управлять четырьмя, допустим, разными хостами. Ты помнишь, чем это, Леш, заканчивалось? С тем, что СИДы надо подставлять в реестре и так далее. Да. То есть, там была очень такая веселая история, что мы обманывали систему, подменили, подменили идентификатор безопасности, SID, и там можно было всем этим делом отправлять. Здесь, фактически, достаточно подключиться и зарегистрировать сервер, и можно его будет мувнуть. Виртуалку саму, в частности. Ну, а так, в принципе, каких-то сильных отличий от сервера нет. Я не думаю, что есть смысл здесь далее задерживаться. Надеюсь, что ZEVS будет себя вести хорошо и больше не будет меня пугать. Давайте перейдем с вами на следующую презентацию. Да, для тех, кто спрашивал, вот у меня в обеде, как работает SkyDrive, и можно ли его подмонтировать как диск. Вот если вы обратите внимание, SkyDrive у меня слева смонтирован как папка. Так, а вот сейчас у нас возникла проблема с проектором, он сжирает пространство. Коллеги, минуточку простите, нас тоже там смотрят, я хочу, чтобы все было видно. Проектор слетел, ширина. Так, ну что ж, пропорции нам сейчас поправят. Еще, ага. Во, 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 вон. О, 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 стоять. Сила евангелизма. Естественно. SkyDrive, папочка, документики. Ну, допустим, я лезу вам в свои документы, в IT-кэмпс. То есть, пожалуйста, работать как с обычными папками, никаких проблем нет с точки зрения взаимодействия со SkyDrive. Мне всегда был такой интересный момент. Я очень часто, когда работал со SkyDrive, бывал один и тот же документ, открывал на разных машинах, и там часть поредактирую, там часть поредактирую. Я всегда думаю, интересно, а какие изменения он сохранит? То есть, может быть, я сделал какие-то изменения, которые я не хочу сохранять, и он, получается, все затрет. В результате получалось, что появлялся файлик с таким же именем, и в скобочках появлялась цифра 1. Это на тот случай, если есть конфликт с точки зрения открытости файла и изменений, которые в него вносятся. Да, что-то в этом роде. Что-то типа SplitBrain. Брат, ну ты что меня обидеваешь? Теперь бы еще... У меня нет русских букв на клавиатуре, а слепой печатать не умею. Е латинское. Е латинское? Е латинское. А, нет, стоп, есть, я нашел русскую. Так, окей, ну, простите, корни сами понимаете, даю знать, немного плохо говорю по-русски. Хотя нет, вроде хорошо. Окей. Далее, это будет на сегодня моя последняя тема, которую я вам рассказываю. Дальше я отдам вас на растерзание Александру. Я хочу поговорить с вами про технологии современного доступа, повсеместного, да, или, ну, в основном это, наверное, будет директ аксесс механизма, который у нас с вами в системе присутствует. Коллеги, скажите мне, пожалуйста, а чем вот так, кто пользуется директ аксессом пользуется? Есть тут такие? О-о-о. Так, сотрудники Microsoft, хватит поднимать руки. Спасибо. О-о-о, это уже другая картина. Но, наверное, глупо будет спрашивать, чем директ аксесс от VPN отличается, да? Простите, еще раз. О-о-о, как, даже порты называют. То есть, есть у нас знающие? У нас в Microsoft работает в продакшене. В 12-м сервере транслятор сделали, если вы знаете, обратно, в нормальный это. У меня всегда был вопрос, куда делся IPv5. Так вот, действительно, если мы говорим с вами про директ аксесс, коренное отличие от VPN, ну, вот, с точки зрения конечного пользования, заключается в том, что не нужно постоянно насиловать это подключение VPN-овское, да, если мы как про альтернативу говорим, для того, чтобы ввести туда учетные данные, либо засунуть смарт-карту, еще что-то. На практике, вот как это вот у нас выглядит. Вот замечательный серфис, про, который приведен из Штатов, а не куплен в России, обращаю на это внимание, потому что в России его нет, содержит классную штуку, TPM-модуль. И у нас вообще, наконец-то, ситуация меняется, что у нас появляются в России и распространяются TPM-устройства. Вы не знаете, как я радовался, как ребенок, когда вот я туда засунул свою смарт-карту карповую, загрузил все сертификаты, все стало хорошо и замечательно. Это реально классно. Когда я прихожу домой, у меня Wi-Fi мой цепляется, или приезжаю в офисе, Wi-Fi цепляется, или еще куда-нибудь, Wi-Fi цепляется, и все, у меня фоновым режимом подключается к карповой сети, без каких-то там паролей и так далее. Все, я в систему вошел, TPM ввел, аутентификация прошла. Он подключился, все карповые ресурсы доступны. Это очень действительно удобно, и не нужно с собой таскать внешний картрид. Это удобно для тех, кто предпочитает работать так же на ходу. В общем, Direct Access можно так же настроить таким образом, что он будет работать, скажем так, в асинхронном режиме, то есть вы можете подключиться к файлам, они могут быть у вас настроены как оффлайн-файлы, как автономные файлы, вы можете с ними поработать. Вы там едете, я не знаю, по какому-нибудь тоннелю, где не ловят ни 3G, ничего, и у вас все есть пропадает. Вы спокойно работаете, соединение восстанавливается, бэкграундом, фоновым процессом у вас все изменения начинают синхронизироваться с сервером. То есть в принципе в этом плане очень удобно. Другой очень важный момент, это вот что касается широкополосного доступа, это то, что алгоритмы, которые используются для подключения, они практически ничего общего с тем, которые используют Previpen, не имеют. То есть здесь достаточно маленький пакет, размер пакета, который пересылается при подключении, что позволяет более оптимизированно к слоу-линкам, то есть каналам с малой пропускной способностью адаптироваться. Ну и собственно говоря, это первый момент. Второй момент уменьшения пакета влечет за собой также тот факт, что картинка качественнее идет на маленьком канале в общем. То есть дедубликация некоторая происходит. Еще один очень важный, наверное, момент, это то, что настройка Direct Access, она достаточно простая. Для этого есть мастер развертывания, который позволяет буквально несколько кликов на строить собственно Direct Access. Ну, вам для этого, понятное дело, нужно, чтобы была поднята служба сертификации в пределах вашего домена. Certificate Services. Я не буду вас обманывать, но сначала я хочу услышать, что вы имеете в виду под вопросом работы по ГОСКу. Ну, смотрите, тут получается на самом деле момент двоякий. Во-первых, наверное, Windows Server как платформа должен быть, если я правильно употреблю термин, аттестован, да, по-моему, нашим стэком. Насколько я знаю, по-моему, еще не аттестован. Вот. И поэтому, наверное, вопрос на этом можно считать отвеченным, потому что если хост, сама платформа не аттестована, о чем может идти речь? Понятное дело, что нет. По ГОСКу, значит, не работает пока. Ну, в общем, из моего опыта я заметил, что примерно, когда появляется новое поколение, N-1, да, поколение минус 1, у нас становится сертифицированным по ГОСКу. В среднем это происходит таким образом. Собственно говоря, коротко то, что я вам рассказал. В принципе, с точки зрения того, какие ключи для механизма шифрования подкладывать, в этом у вас нет ограничений, вы можете использовать кастомный сертификат и алгоритмы шифрования. Это можно сделать. Но, как бы, даже если вы используете ГОСТовские алгоритмы шифрования и сертификаты, подписаны, сама платформа от этого не станет аттестована, и это проблема. Еще один очень важный момент – это наличие такого компонента, как Direct Access Media Manager, да, то есть это, собственно говоря, утилита, которая позволяет нам управлять теми устройствами, которые мы можем с вами подключать к ноутбуку, к рабочему месту во время подключения к корпоративной сети через механизмы Direct Access. Также многофакторная аутентификация может быть, что тоже для некоторых организаций может быть интересно. Ну и масштабируемость – это, конечно, важно. Ну, здесь, наверное, ничего суперкритичного. Следующий механизм с точки зрения оптимизации удаленного доступа – это механизм branch cache. Коллеги, кто мне расскажет, что такое branch cache, я не знаю. Да. Сложно. Можно? О. О. Вот, Леш, спасибо тебе. Я хотел спросить, как это одним простым словом называется? Кэш, конечно, это кэш. Задам более нетривиальный вопрос. Branch cache имеет общий алгоритм с еще одной технологией Windows Server. С какой? Ух ты, вот уже. Я думал, сейчас посидеть будут и думать. Действительно, с точки зрения алгоритмики, которые используются для обеспечения механизмов, используются те же самые алгоритмы, которые используются для дедубликации томов Windows Server 2012. Абсолютно одно и то же. По сути, branch cache – это также дедубликация на блочном уровне. И действительно, когда мы с вами настраиваем, то есть это branch cache технологии для сценариев, когда у нас с вами территориально распределенная организация, да, когда у нас есть главные офисы, много разбросанных офисов на большой территории. И одно из основных, скажем так, условий, когда branch cache начинает вступать в силу как технологии, это то, что между этими точками, главным офисом и дочерними, очень плохой, некачественный, слабый канал связи. В этих условиях нужно полосу пропускания использовать наиболее оптимально. Поэтому действительно, как сказали только что, с точки зрения того, как это работает, все действительно верно. То есть, если кто-то из пользователей в дочернем офисе А обращается к главному офису, там, Б, допустим, за файлом 23x и пользователь новый обращается к этому же файлу, он его на этот раз будет получать не из главного офиса, а из сервера branch cache, который установлен на удаленном филиале офиса. То есть, ну, по типу устройства это что-то типа, наверное, Citrix Netscaler, по сути, в каком-то смысле, дедупликатор трафика. Только Citrix работает на битовом уровне, это железка, либо appliance в виде виртуальной машины, а это именно серверные фичи. Ну и, собственно говоря, очень удачно можно это сочетать с использованием с доменами контроллера только для чтения. Тоже, кстати, только для территориальных определенных организаций. Другой очень важный момент, про который стоит отметить при том, если мы говорим про доступность файлов данных, о том, как мы работаем с вами при удаленных подключениях, да, или с разных устройств, у нас есть еще несколько компонентов. AppV, про который я уже упоминал, это пакет, который входит в состав M-DOP, Microsoft Desktop Optimization Pack, также он уже входит в System Center 2012 SP1, и назначение этого пакета это виртуализация приложений. Напомните мне, коллеги, виртуализация приложений нам зачем нужна? Да, конечно, совместимость приложений, все верно. С другой стороны, это может служить очень интересным инструментом в процессе тестирования, ну, может быть, веб-сайта какого-нибудь, да, потому что, ну, я помню времена, когда я делал, колтурил веб-сайты, вот, и всегда заканчивалось это одними и теми проблемами. У меня в Safari ничего не работает, а в Explorer вообще ничего не грузит. В Safari, в Fox все хорошо. А бывает, что в Explorer 7 все работает, в 6 не работает, в 8 кое-как, и на самом деле засунув в систему одновременно и 6, 7, 8, 9, 10 Explorer, кроме как виртуализовав их, вообще нереально, да, то есть у нас будут конфликты на уровне реестра, потому что Internet Explorer начинает заменять, а когда мы говорим с вами про виртуализацию приложений, у нас с вами возникает, так скажем, некоторый контейнер, да, то есть процесс виртуализации приложений выглядит очень просто. Вы запускаете так называемый секвенсор, да, то есть то, что, ну, секвенсор, секвенс это последовательность, то секвенсор это некоторый механизм программы, которая отслеживает последовательность действий в данном случае. То есть, допустим, у нас есть приложение на Windows XP, которое у нас с вами отлично работает, но на Windows 7 оно не отлично работает, и на Windows 8 оно не отлично работает, и что-то с этим надо делать. Что мы с вами делаем? Мы берем абсолютно голую, чистую, нетронутую Windows XP без накатов каких-либо обновлений, то есть знаем, что там приложение работает, запускаем там секвенсор, он говорит, окей, я запустился, потом секвенсор сканирует состояние системы, он сканирует папки, он сканирует файлы, он сканирует ветки реестра, и помечает себе это как состояние А. Он говорит, о, чувак, я сделал скан, все круто. После этого запускаете установку интересующего вас приложения, устанавливаете его, настраиваете, проверяете, что оно работает, запустили оно работает, все отлично, замечательно. После этого заходите в секвенсор, говорите ему, слушай, секвенсор, я, собственно говоря, все установил. Он говорит, окей, он еще раз сканирует систему, в точке B, естественно, появляется некоторая разница по отношению к точке A, образуется дельта, да, B минус A, вот вам эта дельта. Именно вот эта дельта, она вычислена, мы ее знаем, и она упаковывается в некоторую песочницу, да, sandbox, это изолированный контейнер, который содержит только необходимые компоненты, то есть ключи реестра, исполняемые модули операционной системы, если нужны какие-то платформенные компоненты, допустим, есть какое-нибудь приложение, которое только на Яве работает. Вы можете в один пэкедж поставить Яву, и потом приложение, у вас будет большой мешок, но самодостаточный, либо вы можете эти моменты разделить, да, то есть отдельно Ява виртуальная, отдельно само приложение, то есть вы можете виртуализовать целиком с платформой. Все это дело вы запаковываете, у вас на выходе есть два контейнера, как правило, либо это экзе, который, дабл клик у вас все работает, либо это MSI, который можно потом с помощью политик разворачивать на домене. И есть два типа, собственно говоря, виртуализованных приложений. Самодостаточный, консистент, да, то есть который прямо экзешник большой взял, он работает. Либо так называемые потоковые виртуализованные приложения, стриминг, когда вы запускаете приложение, ему необходимо постоянно подключение к своему серверу, откуда сервер потоком дает по мере необходимости данные. То есть сделано это с точки зрения экономии, трафика, обмена. Ну, в смысле не экономия, а когда вы работаете внутри сети, наоборот, чтобы стриминалось приложение, все вычисления шли на самом сервере, чтобы у вас клиент не грузился. Второй момент. Третий момент, который очень важный, это перенаправление папок, фолдеры и дирекшн, да, то есть фактически, когда мы с вами в профиле пользователя Active Directory указываем UNT-путь, расшариваем папку и даем право записи, собственно говоря, на подпапке и делаем Create Owner. Есть такая группа пользователя, то есть создателя-владельца, даете ему права на изменения, то каждый пользователь, который в эту родительскую папку пишет, он, собственно говоря, там хранит свои все документы, файлы пользователей. Поэтому, если вы переезжаете, допустим, с места на место, у вас всегда все файлы, получается, находятся в стандарализованном месте. То есть отключение от сети или падение системы, локальное убийство диска, что может произойти, не заканчивается потерей данных. У вас просто все это отлетает, а данные остаются на самом сервере. Ну, а на самом сервере хотите это поверх исходы размещаете, хотите storage spaces, используете, хотите отказоустойчивую файловую шару, делаете на 12-м сервере. То есть там данные защитить просто. И последний очень интересный компонент, так называемый самый высокий уровень виртуализации, да, UAV, User Experience Virtualization, или виртуализация среды пользователя. Механизм, кто-нибудь с ним сталкивался, кто-нибудь его применял, тут, я думаю, рук не будет. Да. Это неудивительно. Про это надо будет сейчас подробнее вам показать. Но смысл заключается именно в чем? Виртуализация среды пользователя, это по сути создание общего шаблона и хранилища для хранения этих шаблонов с точки зрения настроек пользователя. То есть, допустим, у меня есть приложение, которое работает под Windows 7 определенным образом, под Windows 8 другим образом. И когда я использую виртуализацию опыта пользователя, я захожу на машину с Windows 7, система UAV автоматически понимает, что у меня целевая система, которая включается в Windows 7, и применяет параметры, которые необходимы для работы по Windows 7. Если с тем же приложением, начиная коннектироваться к Windows 8, он смотрит, что, ага, это другая версия операционной системы, он начинает применять другие параметры. И эти настройки будут вас преследовать. То есть, они централизованно хранятся в общем каталоге, желательно в отказоустойчивом. То есть, как обычно для хранилища используется шара, который обращается AD, с точки зрения пользователя. И дальше она синхронизирует все эти вещи. Это настройки профиля, это настройки приложения. То есть, вот, допустим, синхронизация с помощью Life ID, она только персонализацию вам передаст, то есть, рабочий стол, темы, и вот такие вещи. А вот настройки профиля, она вам может передать, в зависимости от того, где вы работаете, какие вы по умолчанию, для каких типов файлов используете приложение. Настройки электропитания, настройки энергосбережения и так далее. То есть, все это будет мигрировать. За этим. Помещаемый профиль не умеет, во-первых, делать подстройку, в зависимости от того, на какую систему заходить. В Windows 7 он будет одни и те же параметры, что и под Windows 8 применять. Хотя есть сценарий, когда у вас просто не заработает приложение по Windows 8, есть у него такие же параметры, как по Windows 7. Ну, смысл не в 7, а в 8, а смысл в том, что при использовании User Experience Virtualization система понимает, на какой системе вы работаете и хранит несколько шаблонов, параметров. Это дополнение к перемещаемому профилю. Потому что профиль не хранит информацию о приложении, как правило. Да, а вот виртуализация среды пользователей этот момент закрывает как раз. То есть у вас еще информация о приложениях, как они работают, и гарантирует совместимость, независимо от того, под какую систему вы уйдете. в результате. Я не слышал такой информации, что перемещаемые профили умирают, то есть вроде все используется, и пока нет такой информации в R2, я тоже не слышал, что что-то такое планировали сделать фатальное. Это механизм, который нужно развернуть в пределах домена. То есть на клиентской машине, конечно, вы устанавливаете агент, над которым вы работаете, который синхронизирует все эти данные. С другой стороны, нужно включить некоторые шаблоны и политики в пределах IT-даректора, чтобы все это дело заработало. Смысл в том, вот как раз таки, что User Experience Virtualization позволяет учитывать различные версии операционных систем и устранить, если есть в этом проблемы. То есть независимо от того, как операционная система, User Experience Virtualization позволяет вам все равно работать с вашим приложением, так как будто вы с ним работали под вашей стандартной операционной системой, даже если вы работаете на другой. Изначально, откуда мы берем данные именно... Я понял. Я понял ваш вопрос. Смотрите, когда вы устанавливаете агент, то есть вы устанавливаете на Windows 7, вы устанавливаете на Windows 8, он начинает смотреть версию операционной системы и он все приложения, которые вы запускаете, он их начинает профилировать. То есть та шара, на которой находятся данные UEV, это фактически профили приложений под операционной системой. По мере того, как вы работаете, он эти профили сохраняет на шаре, от которого он потом считывает. надеюсь, током нас больше бить не будет. Потому что прям страшно. Так, отлично, давайте дальше. И будут демки. Собственно говоря, при направлении папок мы с вами уже поговорили, и какие преимущества у нас с вами при этом есть, наверное, тоже можно лишний раз не говорить. Единственное, о чем я, наверное, не сказал, это логично, централизованное управление документами и упрощенный процесс резервного копирования. Гораздо проще, наверное, забэкапить одно место расположения всех документов пользователей, чем следовать за каждым пользователем и как-то это дело все потом бэкапить. Но не везде это требуется. Собственно говоря, как настраиваться при направлении, наверное, все знают? Поднимите руки. Мало! Слушайте, я думал, все знают, как папки перенаправляются. Ну, общий доступ, ограничение области действия через групповую политику, и, собственно говоря, можно применить политику для перенаправления папок централизованных. А что значит по сравнению со стандартной АД? Я, честно говоря, не помню, чтобы там что-то такое прямо специальное под это дело появилось. то есть с Windows 7 этот механизм не претерпел особых изменений. Так, давайте сейчас посмотрим, как это у нас все работает. Так. Николай, конечно, по-моему. сейчас коллеги переключусь. как можно сделать User Experience Virtualization. У нас так, отлично, мы подключились, теперь давайте зайдем на контроллер домина. составляем в инфейс. Так, как. Так, сейчас мы с вами Далее открываем сервер менеджер Ждем пока он с вами Запустится Так Пользователь у нас Администратор должен быть Проверим, да Администратор все хорошо Так Далее мы с вами заходим в папочку Yes Settings Вот оно у нас с вами И нажимаем на Свойство For properties После этого мы с вами папочку Должны расшарить Так, есть настройка, да DC Settings Так, администратор, Read, Write Так И нужно убрать Для частоты эксперимента группу все То все будут туда писать Так Так, вот там Окей И в Advanced Sharing Сейчас посмотрим разрешение на уровень TFS Так, а вот эту штуку надо оставить Так Далее мы с вами переключимся На А, стоп, сейчас мы должны с вами дать Вложенное разрешение на папку Так, администратора полный контроль Аудит Так, разрешение нужно добавить Добавим мы Креатор Полный контроль Обязательно нужно добавить Креатор 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 Потому что логика у нас какая Мы создаем Права За изменения на папку Но при этом Профиль User Experience Виртуализация Подразумевает Что к нему должен иметь Каждый пользователь Который Каждый пользователь Создается Его собственный профиль Иметь возможность Как читать данные Так и менять Поэтому мы должны Добавить разрешение Креатор Овнер Которые должны Иметь Фулл контрол По-хорошему Иметь То есть Это говорит о том Что Как только пользователь Создает папку Он подпадает Под категорию Креатор Овнер И после этого Он может успешно С этим работать Так Креатор Овнер Теперь нам нужно С вами сделать Собственно говоря Шаблон Который у нас Все это дело Будет работать Поэтому мы С вами Опять-таки Находимся На контроле Домена Лезем в каталочек Е-сеттингс Каталог На этот раз Да И Нажимаем Опять-таки Свойства Смотрим Что у нас Происходит Свойства Да Папочка Уже расшарена И Смотрите Какая Интересная Вещь У нас Здесь Есть Такая Группа Как Домейн Компьютер То есть У нас Здесь На уровне Объекта Компьютера Объекта Компьютера Которые Находятся В Active Директор Идет Именно Прошу прощения Разрешение Прав Объектов На доступ К этой папке И Хранение Своих Дальнейших Конфигураций Собственно Говоря Компьютер Так И после Этого Нету Группа Everyone Что так же Правильно Так Здесь все Верно И мы С вами Папочку Закрываем Теперь Теперь Мы С вами Смотрим Разрешение НТФС Security Так И заходим Как раз Таки В Домейн Компьютерс Все у нас С вами В порядке Здесь Есть Райт Так Да Все Хорошо Что Что Ну Это Да Но При этом Нет Чтобы Это Заработало Мы Должны Еще Everyone Добавить Да Да Конечно Все Верно Так Теперь Мы С вами Заходим Собственно Говоря Где у нас Хранится Шаблон Папочка C Windows Policy Definitions И здесь У нас Должен Быть Шаблон Называется User Experience Virtualization User Experience Virtualization ADMX Да Все Правильно Так Теперь мы Посмотрим Что с ним Так Нет Запускать Тебе Явно Не надо Ты Тебя Не Считаешь Окей Это Тот Шаблон Который Будет Использоваться Для User Experience Virtualization Для Виртуализации Среди Пользователя Теперь Мы Заходим В Windows Policy Definitions И Смотрим Local ENUS Здесь У нас Так Стоп ENUS Так User Experience ADM Куда-то Делось Полисе Definitions А Стоп Да Конечно Теперь У нас Здесь ADML Так Отлично Это Вторая Часть ADML У нас Собственно Говоря Предоставляет Языковые Ресурсы То есть ADMX Он Задает Параметры Самой Синхронизации А ADML Он Настраивает Именно Параметры С точки Зрения Языкового Представления Языковой Среды Далее Нам С вами Надо Будет Конфигурировать Агент Мы С вами Опять Находимся Здесь Заходим В Групповую Политику Достаточно Просто Ее Найти Групп Полисе Вот Она У меня Высвечивается Групп Полисе Менеджмент Так Контос И Ком Далее Мы Создаем GPO На Этот Домен И Привязываем Ее На Уровне Домена И Назовем Допустим User Агент Конфигурэйшн Юэ В Так Область Применения Сурс Ставтер ГПО Остается Но У нас Ни Других Параметров Все Правильно Так Хорошо Это Мы С вами Сделали Теперь Мы С вами Должны Найти Нашу Политику Вот У нас Слева У нас С вами Фьюз Да Я знаю Что Выбрал XPF Пропертис Это Все Известно Нажимаем Правой Кнопкой мышки И Редактировать Далее Начинаем Смотреть Заходим Конфигурация Компьютера Политики Административные Шаблоны И После Этого Нажимаем Узел Microsoft User Experience Virtualization Так Административный Шаблон Я Открыл Так И Windows Компонент Да Компоненты Windows Здесь Мы Сейчас Найдем С вами Microsoft User Experience Virtualization Нажимаем Не Использовать Офлайновые Файлы В данной Ситуации И Включаем Параметр Enabled Если Мы хотим Чтобы У нас На уровне Груповой Политики Использовалось Собственно Говоря Кэширование Файлов Про тот Режим Когда Я Рассказывал Про Speed Винки Когда Мы Едем С Вами Работаем То Есть Поработали Документы Локально Кэшируется Появилась Связь С Офисом Через Дрект Аксесс У вас Сети Данные Собственно Горя Сразу Обновились Так Ну Мы Включим Окей Далее Мы С Вами Посмотрим Так Сеттинг Сторож Вот Он У И Там Мы Включаем Параметры Включить И Указываем С вами Путь До Настроек DC Settings А вот Я Хочу Дальше Чтобы У Меня Пользователи Разные Туда Писали Вот Какую Я Должен Строчку Сейчас Вести Чтобы Разные Пользователи Там Леш Бывал Бывал Не Работ Надо Было Заключать Двойные Проценты Тогда Отрабатывал Либо Надо Было Заключать Я Забыл Как Этот Метод Переменных Называется Когда Домик Процент Потом Домик Процент То есть Он Не По Крайним Знакам Сжимает Как Гипертекст А По Наоборот Первый Первый Второй Второй Знак То есть В разных Конфигурациях По-разному Поэтому Если Вдруг У вас Это Не Работает Помните Про Это Что Может Нужен Двойной Процент Или Да То есть Вот Так Это То На Что Я Напоролся Так Окей Юзернейм Переменную Задали Нажимаем Собственно Говоря Окей Да Я Уж Испугался Гром Молнии Теперь Еще Хрюк Раздается Так Теперь Выбираем Собственно Каталог Для Хранения Шаблона Так Settings Template Каталог Масс Включаем Естественно Указываем Наш Путь DC А теперь С Простите Settings Каталог Три минуты Твикс Дадут Как в рекламе Так Settings Каталог Все я правильно Написал Окей То есть Коллеги Пока то что я делаю За исключением Потому что это глубоко В настройках GPO Находится Все понятно Что происходит То есть Общие папки Права Политика Политика В первом В первом случае Мы указывали Где будут Сами Данные User Experience Virtualization Храниться То есть Первая Там Да Нужна Переменная Чтобы Каждый Пользователь Свои данные Писал Вторая Папка Это Общий Путь Откуда Забирают Данные Пользователя Как шаблон Чтобы Это Можно Было Использовать Так С этим Мы вроде Все Сделали Так А И Офлайновые Файлы Мы Включили Если я правильно Помню Все У нас С вами В этом Плане Хорошо Закрываем GP Editor Так Да Закрыли Так Winner 7D GP Update Force Ну и User Прокачай Exhibit Спасибо Круто Так Теперь Мы с вами Залезем На машинку С клиентом И у нас Осталась К сожалению Одна минута Если Мне Саша Разрешит После Него Или Во времени Чуть Чуть Времени Отъесть Я Допоказал Бдм Но Нас Подставил Проектор Так Клиент Окей Так Здесь Тоже Нужно Сделать GP Update Slash Force Ой Ну да GPU Date Такой Команды Нет Ноль Минут Да Коллеги К сожалению Не успею Я вам Эту Демон Допоказать Ввиду Некоторых Траблов Я могу В перерывах Доотвечать Допоказать Ну или в принципе Если хотите Чтобы у Саши Времени отнимать Я эту демку Оставлю на халде И дальше вам Допокажу Извините Что Не получилось Но Сами Видели Природа Брала Своё Может быть Есть Вопросы Пока Какие То Нет User Experience Virtualization Был еще И в 2008 R2 И в 2008 Честно Не помню Но Это Не Компонент Самого Windows Сервера То есть UEV Он Изначально Был Как Компонент МДОПа По-моему Еще С версии 4.5 То есть Это На уровне 1800 1800 R2 Точно Должно Было Быть Но 1800 R2 Точно Ну Вы Понимаете То Что Использование Терминального Сервера Терминальных Сессий Это Тоже Тип Это Одна Из Техник Виртуализации То То Что Вы Понимаете Под Виртуализацией Под Виртуализацией Гораздо Легче Я понимаю Что Это Слово Всех Путает Все Подряд Начинает Называть Виртуализацией Что Было Проще Есть Другое Хорошее Слово Абстракция Виртуализация Это В первую Очередь Абстракция От физического Уровня На Логический Уровень То Когда Мы Отвязываемся От Железки И Оперируем Со Всем Логическим Уровнем Что такое Виртуальная Машина Это Набор Файлов Набор Файлов Что Это Логический Уровень Это Уровень Представления Данных Это Абстракция Настройки И так Далее Но С точки Зрения Конечного Результата Пользователь Он С его точки Зрения Получается Независимо Откуда Он Работает У него Всегда Его Настройки С собой То Как Он Работает И Совместимость Приложений Независимо От Операционной Системы То С точки Зрения Механизма Получается Виртуализация Пользователь Абсолютно Верно Виртуализация В общем Многоуровневая То Виртуализация На уровне Хостов Консолидация Серверов Рабочих Мест После Эта У нас Идет Виртуализация Операционной Системы Виртуализация Приложения После Виртуализации Приложения У нас Идет Виртуализация Пользователь Следы Самый Высокий А? В Пользователь Среды Это Выше Приложит А Ну Засуньте Два пальца в розетку и перекачайтесь в Windows Saison. Да здравствует АЦП. Коллеги, еще может быть вопросы? Если вы обратили внимание, когда я открывал GPO, то уровень совместимости начинается с Windows 7 и 2008 R2. Да, именно групповые политики. То есть мы понимаем, с какого уровня это работает. То есть с уровня Windows 7 и аналогичного серверного компонента, серверной операционной системы, это все работает. Ниже там 2003 XP, понятное дело, нет. Но об этом уже можно и не говорить. Это скорее решение для пользователей, которые почему-то работают очень много в большом количестве разных мест, где очень большое количество разных операционных систем. Ну вот, нет, я отвечу по-другому. То есть у нас внутри это не применяется. Это не используется. Я, как бы, сценарии технологии, я даже вот, не знаю, Андрей, Выставкин, помоги мне. Ты можешь что-нибудь адекватное придумать, когда есть смысл? Нет, вы понимаете, что вот, когда мы говорим с вами про перемещаемый пользователь и User Experience Virtualization, это как бы вещи, которые вместе надо использовать. То есть, вы можете их по отдельно использовать, но это как бы не full solution, да, не полное решение, не консистентно немножко. Нет, это решение, как компенсировать заодно. Вы правильно говорите, да? Ну, человек с кинг-конгом на майке правильно все говорит, все правильно понимает. Да. Ну, а остальные, это кто? Ой, когда же я вас отучу-то, а? Мы даже про Vista не говорим, а вы про XP вспоминаете. Это делается для того, что если вдруг есть какие-то приложения, которые в Windows 7 одни ветки реестра пишут и используют, в Windows 8 другие, и вы, да, а это, 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 вот этот момент устраняет. Какие приложения массово известны Microsoft? Это будет очень смешно, но если ставить 64-разрядный WinRar, он Windows 7 и Windows 8, разные ключи в реестр заносит. То есть, как минимум, вот раз приложение. Да, я даже так вспомнить-то сильно не могу. У меня, кроме моей музыкальной студии, приложений для работы, ничего нет особо. Вот, поэтому я прям так сходу не отвечу, как вот, в большом количестве. Ну, смотрите, как я сказал, есть разные механизмы. То есть, вопрос состоит в том, что, повторю, для наших онлайн-слушателей, заделали это для будущей, чтобы не было ситуации конфликта совместимости с приложением, как это наблюдалось при Windows XP и миграции на следующей версии. И да, и нет. То есть, понятное дело, что эта технология служит для этого и также может применяться. Но, не забывайте про виртуализацию приложений. AppV, это тоже механизм, который устраняет несовместимость с операционной системой. Вы можете на Windows 7 также сделать контейнер с виртуальным приложением и распространять его на следующие операционные системы. То есть, как бы, это компоненты, которые взаимодополняющие обитажи, так сказать. Санек, заберем. Так. Ну, коллеги, нет, у меня просто вопросы есть были. Есть еще вопросы, я буду там. Да, коллеги. Ну, что ж, спасибо за внимание. Со мной вы увидитесь уже на закрытии. А дальше, надеюсь, у Саши, проектора, не будет. Будут свет отрубать. Тут три раза. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...